С великим постом вас, православные! На дворе пост. В прошлом году я сделал достаточное количество роликов постных блюд, но этого всегда мало, поэтому я продолжаю, пока пост еще идет. Непременно воспользуйтесь моим рецептом. Итак, сегодня я готовлю булгур. Назовем это закуску или салат, или как угодно. На востоке это называют табуле, но я буду делать это все из подручных средств, поэтому, можно сказать, русский табуле на вашем столе. Пол кружки булгура промываю его водой, потому что у булгура там бывает, он немного пыльный. Лучше всего промыть его водичкой, ведь и вода мутная. Это означает, что я делаю правильные движения. Я всегда, вот когда вода у вас выливается вместе с зернышками, я выливаю, процеживаю сквозь пальцы, зернышки остаются на пальцах, а вода стекает в раковину. Теперь на этот объем я добавляю два объема воды, то есть булгура было пол кружки, воды целая, да причем до краев. Ставлю на плиту, когда булгур закипел, помешали. Оп, пенку лишнюю можно убрать. Теперь минимальный огонь, очень минимальный. Я обычно пользуюсь фольгой, знаете, за крышками лазить туда-сюда неудобно. Закрыл. Десять минут засекаем, десять минут засекаем. За это время будем делать заправку, или, так сказать, начинку для нашего булгура, для нашего постного блюда. У меня здесь есть два зубчика маринованного чеснока. Почему маринованный чеснок, почему не свежий? Я вообще смотрю много очень блогеров, особенно не поваров, часто труд выжимают в готовое блюдо свежий чеснок. Вы даже себе не представляете, какой-то вред для желудка. Там такие кислоты. Спросите у диетологов, они вам скажут, что, блин, особенно если у вас голодный желудок, на голодный желудок, засунуть в себя сырный салат с крабовыми палочками, майонезом и свежим чесноком, это смерть, это язва, привет, язва. Поэтому я всегда предпочитаю брать маринованный чеснок, в нем нет столько агрессивных веществ, но и опять же, когда вы в пост сами ведь каждый, кто постится, знают, не хватает вкусов, не хватает все какое-то невкусное, да, потому что все привыкли к мясу, к жаркому, к супам наваристым на говяжьей грудинке, а не тут-то было. Поэтому в нашем случае маринованный чеснок дает тот самый яркий вкус, потому что, во-первых, он соленый, мы знаем, да, что он сквашивается не за счет уксуса, а за счет молочной кислоты, которая выделяется при брожении. К нему мы обязательно добавляем зеленый лук. Ну как, зима, витаминов не хватает, поэтому, несмотря на то, что... Весна, весна, уже. А, о, уже весна. Сорян. Весна, витаминов не хватает, поэтому в такие моменты межсезонья я всегда рекомендую активно использовать консервы. Консервы это то, что спасает нас в момент поста. Все солененькое, грибочки с кислинкой, с уксусом. Конечно, это все прекрасно. Вот, но и не забывайте о большом количестве как раз вот такой зелени, которая помогает нам восполнить запас витаминов, потому что, если иначе мы зелень есть не будем, мы, конечно, теряем очень много полезных веществ. Видите, лука довольно много, не стесняйтесь. Пусть его будет достаточное количество. Обязательно сюда я использую мяту, но тут, в общем, как бог на душу положит. Можно использовать любые другие травы. Самое главное, чем больше трав, тем вкуснее, ароматнее и полноценнее блюдо. Безусловно, это такое блюдо, которое вот каждый повар делает по-своему, и кто когда-либо его делал, знает свой вкус уже, и вкус своих домочадцев. Делайте на свой, ну, просто побольше зелени. Нету тут пропорций каких-то. Это вот столько, того столько. Блин, сделайте вкусно. Петрушка. Я часть стеблей отрезаю, но на самом деле, если стебли, например, мягкие, сейчас я... Да, я, пожалуй, стебли тоже оставлю, нарежу их отдельно. Это не грунтовое растение, тепличное, поэтому стебелечки мягкие. Не стесняйтесь, рубите вместе со всем остальным к себе в салат. Они дают хруст дополнительный и дополнительные, ну, дополнительные витамины. Моя мама вообще всегда любит говорить. В шкурках самое большое количество витаминов. Конечно, я шкурки редко, когда использую картофельные или апельсиновые, но хочу сказать, почему я троллю вот эти вот все майонезы, крабовые палочки и давленый чеснок. Я вообще противник простых вкусов, и стараюсь каждое блюдо, даже простое, каким-то образом изменить, добавить что-то яркое, интенсивное. И пытаюсь приучить вас, мои подписчики, к тому, что, ну, раскрывайте глаза, обращайте внимание в магазинах, на полке. Я понимаю, что в регионах не так много продуктов, как в Москве, но я всегда стараюсь использовать простые. Даже используя простые продукты, можно обойтись и без майонеза, без скрабовых палочек. Ну что, ни у кого нету лука, петрушки и укропа? О, есть. Что, негде купить булгур? Хорошо. Нет булгура? Купите пшеничную крупу обычную. Хорошо. Нет у вас оливкового масла? Добавьте постное. Обжарьте его немножко с чесноком, прогрейте, чтобы у постного масла был вкус чеснока, а не сырой чеснок, который перебивает вообще все в блюде. Ну, просто немножко остановитесь, подумайте и решите, что есть такое количество ингредиентов, которые могут сделать вашу жизнь вкуснее гораздо. Поэтому и переживаю. Поэтому и троллю. Стебельки, стебелечки, стебелята отправляются сюда. Смотрите, пока у нас еще осталось кинза и чили-перец, я, наверное, сейчас чили-перец сразу нарезаю вместе. Смотрите, вот эти вот перцы у меня дома, я вот их пробовал из одной упаковки, они не острые, поэтому я их так нещадно режу в таком количестве, да еще и с семенами. Когда вы покупаете чили-перец в магазине, надо его вначале попробовать, прежде чем класть куда-нибудь в салат. А то вот так вот посмотрите, потом напишите, что, мол, Василий, это вон в ролике целый перец зафигачил. Но я люблю очень острое, и я вам еще раз говорю, этот перец не такой интенсивный, не такой жгучий, как, например, маленький тайский. Отрезаю несколько кусков лимона и выжимаю. Это все должно быть с достаточно хорошей такой кислинкой. Если, значит, кому-то кислинка не понравится в процессе, можно тут добавить какого-нибудь изюма, фиников, инжира, кураги. В общем, что-то сладкое можно добавить в табуле, и никаких проблем не будет. Почему я обрезаю вот так вот по краю, не дорезая серединки? Видите? Я сделал три надреза вот таким образом. Да потому что семечки все располагаются близко к центру, по краям, когда срезаешь, семечек нет. Обязательно добавить соль. Булгур я не солил, поэтому добавляю соль. Но, смотрите, можно это все сразу вот так вот резать и добавлять в булгур, но я рекомендую заранее сделать заправку, для того, чтобы все вкусы объединились и создали некий новый вкус. Это божественно. Вы даже не представляете, какой аромат у такого количества зелени, мелко порубленной. Осталось нарубить кинзу. Кинзу обязательно рубим со стеблями. Ну, старайтесь максимальное количество. Так, будильник обозначает, что время истекло. Остановить. И я выключаю булгур. Пока дорезаю зелень, пусть он у нас остается на плите. Быстренько дорубаем зеленушку. Кинзушку, зеленушку, мелко-мелко-мелко-мелко. Порубили. Так, я перемешал. Теперь булгур высыпаем в тазик. Посмотрите, видите? Он полностью сварился. Я иногда его, ну, если есть желание оставить потверже, меньше воды добавляю. Я его высыпаю в таз, для того, чтобы он слегка остыл. Конечно, не очень хорошо в разгоряченный, в такой горячий, кипящий булгур высыпать зелень. Она сразу же обварится. Поэтому я даю возможность немного остыть булгуру. Можно вот так вот его разгрести по стенкам. Во время остывания как раз лишняя вода испаряется. Он слегка подсыхает. И последний ингредиент, который нам нужен в этом блюде, который необходим, это малосоленый огурец. Шикарный. Вру. У меня еще, смотрите, что есть. И что я рекомендую использовать часто в пост с постными овощными крупными блюдами. Это семена мелкой горчицы. Горчица бывает черная, бывает белая. Вот это черная горчица и семена мелкие. Потому что у меня где-то даже были крупные семена. Да, вот они. Вот смотрите. Мелкие семена, крупные семена, видите? Можно, конечно, и крупные, но мелкие. Буквально там чайную ложку насыпьте. Горчица очень хорошо помогает переваривать пищу. В Индии, например, она активно используется, знаете, для чего? Для того, чтобы не образовывались газы внутри. Ну, чтобы не попукивать. В общем, горчичное семя сюда. Оно будет хрустеть. Оно такое тверденькое, прикольное. Когда раскусываешь, эфирные масла начинают выходить. Огурец я предлагаю натереть на крупной или на мелкой терке. Сейчас посмотрим. Давайте, вначале на мелкой. О, на мелкой. Круто получается. Значит, будем тереть на мелкой. Если не нравится, ну, трите тогда на крупной. Проблем нет. Вообще, на любой. Можете даже порезать его кубиком. Малосоленые огурцы я часто использую в своих рецептах, потому что считаю, что малосольный огурец вкуснее, чем свежий. Или вкуснее, чем соленый. Малосольные огурцы можно есть тарелками. А соленые только под водочку. Свежие только в салатах. И то, даже если вы попробуете есть огурцы, свежие огурцы, каждый день, в течение недели, то к концу недели вы на них смотреть не сможете. А вот малосольные всегда хороши. Лишний сок можно выдавить. А это все отправляем в булгур. Не забываем, что нам еще нужен черный перец. Поэтому, пока у нас булгу растывает, добавляем сюда пряности и специи, которые не требуют термообработки, не боятся термообработки. Оливковое масло, масло подсолнечное, ароматное подсолнечное масло, кунжутное, да вообще любое масло, растительное в пост, я рекомендую использовать. А любая крупа, она же, ну, сама по себе невкусная, да? Кто-то сейчас начнет писать, мол, да гречка, это самая гениальная, вкусная русская крупа. Да вкусная, вкусная она, но, я вас уверяю, сухую гречку, или сухой булгур, или сухой рис, никому не придет в голову есть. Теперь это все маслицем сбрызнутое. Перемешиваю вместе с малосоленым огурцом. Так, ну, пара? Пара практически нету. Соли не хватает. Там у нас тоже соль есть, но здесь объем довольно большой. Ммм, булгур вообще классная группа. Супер. Зря вы ее редко используете на своих кухнях. А все одну гречку и рис, сколько я не посмотрю в интернете. Все рис, 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 рис. Гречка, гречка, гречка. Теперь отправляю все это. Все это блаженство вкуса, яркость, аромата, остроту ощущений. Отправляю вот сюда. И начинаю перемешивать для того, чтобы булгур пропитался ароматом и вкусом трав. На Ближнем Востоке булгур любят еще заливать томатным соком, соком от огурца, для того, чтобы он был... Ну, это делают после того, как сама крупа остынет полностью в холодильнике, например, за ночь. Она не сильно впитывает в себя жидкости. после остывания. Великолепно, великолепно. Знаете, я еще сюда один огурчик потру вместе с соком. Прям не хватает там немного аромата, свежести. Вы все время в комментариях пишите, почему я не пробую. Мне вот интересно. Вы хотите поглядеть, как я жую? Ммм. Прекрасно. Не хватает немного соли. Если бы все в пост питались так, как питаюсь я, я вас уверяю, жизнь была бы ярче и вкуснее. Такое блюдо можно употреблять теплым, можно холодным, да вообще, как захотите. И он прекрасно стоит в холодильнике, можно на следующий день и даже через день его использовать как украшение вашего постного стола. Блюдо действительно яркое, вкусное, пикантное. Вот эти все травы, все это масло, соль, кислота, они создают ту гамму вкуса, которая должна, обязана и обязательно скрасит ваш пост. Приятного аппетита, друзья!